Решил почистить некоторые образцы старые из кучи малые Ну а шпаты в основном. Ну и за одним сейчас в щавелевую кислоту помещу их. Это вот вода. Сколько-то щавелевки есть еще. Ну думаю на ведро разведу это количество. Ясно конечно что щавелевка от окислов железа хорошо чистит. Так же как и лимонка. Здесь в принципе от окислов железа два образца. Наверное нам только чистить то надо. Вот развел в инном количестве воды. Это 12 литровое ведро. Комок плохо растворяется. Или кислота руками. Ничего не делайте. Это так. Я сейчас руки помою. Просто растворяйте. Обычно порошком растворяйте, мешайте. Когда растворится, тогда не буду камня, которые я почищу немножко от грязи. Загружать сюда можно. Наоборот. Развели где-то щавелевку. Космосовой или нержавеющей там посуде. Железной естественно. Сейчас вот растворю и продолжу. Ну вот это сроста кристаллов полевого шпата с мусковитом. Адуй. Мекка минералов. Средний Урал. Копь топазница. Топазница не потому, что там топазы. Там берил был. Когда я брал вот эти камни. Это из-за норыша эти. Они были они грязные. Из-за твала. Кусок грязи. Как-то мне пару раз повезло. Конечно, там с берилом нашел. Но вот эти без берила. Я их уже вымыл немного. Вот погружаю туда. Ой, брызгает как. То же самое. Вот кому придется брать за норыш. Вот смотрите. Вот эта вот часть. Вот она. Такая вся изъеденная коричневая такая. Ну, не очень вроде как привлекательная. Ну, ребята, чаще всего берил вот тут и бывает. Туда ее. Это тоже полевой шпат. Вот здесь вот дымчатый кварц. Кристаллики. Вот видите, вот они в строчке здесь. Конечно, кто. Вон там внутри тоже, кажется. Кажется, кажется. Да, дымчатый кварц там. Видите, какие сросточки полевого шпата. Ну, кто коллекционирует, конечно. Для коллекции это интересная вещь. Ну, это я уже где-то показывал просто. Попалось. Это Симеониха. Это самая известная копь на Среднем Урале на Адое. Там очень много было добыто берила ограничного. Там очень много было друсометистов собрано. А это, видите, вон какая красота. Солнышком так. Хороший образец. Ух ты. А это что тут? Что-то непонятно. И поблескивает. Ну, посмотрим. Может, что-то отмоется. И тоже, видите, вот это кварчики. Ну, это кварц слободымчатый такой вот махонький кристаллик на нем. А это все полевой шпат. Кристаллики, видите, полевой шпат, полевой шпат. Вот полевой шпат. Все это полевой шпат. Ну, и слюда мускавит. Берил обычно с ней ходит. Вон, много мелких кристаллов полевого шпата. Тоже тут целая, видите, гряда. У меня на сайте есть образцы. Пожалуй, поинтереснее даже этого. Ну, кто захочет, может посмотреть, приобрести. Там разное. Не только полевой шпат. Заходите. Скидка сейчас как раз. Тоже из той же темы. Какая-то пазница. Так, ну что, все. Шпаты кончились. Здесь нет, вот есть еще. Вот с ростом двух кристаллов полевого шпата. Вот они какие. Бывают даже эти. Один, второй, третий. И так далее. Это мелкие образцы. Полевой шпат тоже, видите. Не знаю, вряд ли он осветлится. Но посмотрим. Посмотрим. О, это перелифт шайтанский. До кучи положу. С ним, конечно, ничего не будет. Смотрите, какой хороший образец. Тоже там на сайте есть. Это корочка. Тоже полевой шпат. А это кристалл дымчатого кварца в полевом шпате. Это все как-то пазница. Даже такие бывают. Образец, видите, кристаллы полевого шпата. А это дымчатый кварц. Похоже ювелирный даже. Тоже самое. Так, ну вот это. Вот это, вот это. Нижний Тагил. Месторождение Медно-Рудянское. Ну, элемент. Медная зелень. Видите? Медная зелень. Хризакола. Это элементы, мне кажется, малахита уже. Здесь вот небольшие. Поэтому на буром железняке. Конечно, вот здесь вот что-то щавелевая кислота съест. Посмотрим, какой образец будет. Не думаю, что он будет лучше, но просто интересно. Это, это. Это с барских ям. Ну, точно барские ямы. Халцедон. А вон там, видите, оранжевый такой махонький кристаллик в серединке. Это крокаид. Запустим тоже сюда. Посмотрим, что получится. Ну, это образец проявления новое. Хрустальный остров. Состав такой же, как перелив Ташайтанского, то есть дикит-кварцевый агрегат. Рисунок симпатичный по-своему, вот когда разрезать. Тоже с барских ям не знаю, что. Что, что, что. Ну и ладно, последний образец. Вот это берил. Берил, следите. Тоже ничего тут не будет. Скорее всего, это малышевское месторождение. Изумрудная копия Урала. Тоже положим в качестве эксперимента. Ну и оставим до завтра в саду. Посмотрим, что будет. У нас все на сегодня. Ну вот, почти сутки прошли. Достал все это. Ясно, что ничего, ни с чем. Вот здесь вот ничего не случилось. Это с малышевского месторождения берил. Следите. Тут вот что-то, что-то отошло маленько. Ну, шпаты, конечно, там ничего нет такого. О, окислов железо, поэтому они... Так, нет. Слушайте. Что-то вроде посветлее стало. Посветлее. Сейчас мы пройдемся щеточкой мягкой. Ну, вот это вот самое то, что и говорили мы. Вурый железняк он стал поярче немножко. Это непонятно, что за порода с барских ям практически не изменилась. Вы знаете, шпат чуть-чуть посветлел. Да, посветлел чуток. Сейчас я почищу. Ну, ясно, что бурый железняк он вообще... Вон, видите, даже щетка красная стала. Конечно, железо, вау! 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 Да это, да, обе-то. Ну, конечно, видите, щавелевка сработала. Медная зелень осталась тут вот. Хризакола, по-моему, это. Ну вот, мягкой щеткой почистил, такой вот надежной. Самое то, там где кварц бывает, вот нет у меня здесь таких образцов с окислами железа. Там, да, там некоторые. Я даже вот такой вот чистил. Но это с риском сильно нажимать нельзя. А то обломятся кристаллы. Ну, вот он практически не изменился. Цвет такой вот чуть ярче стал. Красноватый. Ну, это характерно для образцов скопий Семёнях. Вот это, да. Вот этот образец сработал. То есть здесь было железо на холцедон набросано. Вот. Вот. Его растворило. Смыло. Да, это вода вот сейчас в ведре. Я промыл в воде, чтобы знали. Мне понравилось, что образцы вот эти вот стали несколько светлее. Образцы со шпатами. Есть еще одна шнеля, конечно. Я попробую, но я боюсь, они... Так, кислота растворит и кристаллы шпата даже. И кварца растворит все, что... Отличный образец. Шпаты, шпаты, шпаты. Шпаты, мускавиц, люда. А это порода барских ям. Ее мы выбросим на кучу малого. здесь лучше стало видно кристаллик кварца дымчатого здесь тоже кристалл дымчатого кварца много маленьких малюсик тоже неплохой образец кто коллекцию шпатов собирает из этой же серии пасница вот естественно единственное что плюс я вижу не знаю как высохнет какой он станет но когда мыл посильнее бурый железняк то понимаете он смывается и вот появляются вот здесь вот где мой палец видите проявляется другие фрагменты медной зелени не знаю что там малахит резакола еще что-нибудь с этим ясно дикит кварцевый агрегат с ним ничего быть не может это же шпатик детский лифт отмылся от грязи интересный образец с одной стороны вот видите такой полосками плойчатый а с другой стороны вот такими полосками окружностями вот вроде все малышевский слюдец берилом без изменений здесь тоже немножко чуть посветлее стал их солнце зашло не видно но вроде ювелирный кусок дымчатого кварца ладно на этом эксперимент закончился а а а